Добрый день, глубоко уважаемые коллеги. Для начала поблагодарить организаторов, действительно отметить, что это один из редких, высоко представленных круглых столов на тему микробиома, именно русскоязычных. Почему выбрана тема кишечной микробиоты у онкогематологических больных? На самом деле я представляю здесь два учреждения, это Белорусский государственный медицинский университет и Мемориальный онкологический центр Слоуна Кэттеринга в городе Нью-Йорк, где я работала приглашенным исследователем. И, по сути своей, если говорить в целом о клинической медицине и попытаться представить, какие пациенты на сегодняшний день обследуются больше, чем кто-либо в этом мире, по сути являются космонавтами среди пациентов. Это пациенты, получающие трансплантацию костного мозга, а именно аллогенную трансплантацию костного мозга. Мониторирование ежедневное, ежечасное. Поэтому, по сути своей, центр изучения микробов воспаления и рака был создан именно на базе отделений трансплантации костного мозга. И сейчас обладает одной из наибольших коллекций кишечного микробиома у иммунокомпрометированных пациентов. Хотелось бы также сказать, что по сути своей ренессанс науки о микробиоме, да, я хотел бы поблагодарить докладчиков, действительно, Илья Ричмечников, многие наши исследователи говорили об этом, но активный ренессанс начал происходить около 20 лет назад в связи с внедрением молекулярно-генетических методов и дешевизной. Каждый день они становятся дешевле и более доступны. И вот это филогенетическое дерево – это представители кишечного микробиома пациентов после трансплантации костного мозга на базе Мемориального онкологического центра. И мы уже говорили о темной материи, бактероиды, как темная материя физики, которые не культивируются на стандартных средах, сложны к культивированию. И о протобактериях, о которых мы сегодня поговорим еще больше, и очень-очень благодарен предыдущему докладчику о раскрытии этой темы. Из интересных моментов касательно всего этого огромного дерева, более 33 миллионов секвенс последовательности, более 890 видов микроорганизмов, мы уже говорили сегодня о микробной фармакокинетике. На самом деле многое новое – это хорошо забытое старое. Один из первых антимикробных препаратов – прантазил или красный стриптоцит, показывал интересные данные. Инвитро он практически не обладал антимикробной активностью, в то время как инвиво подавлял бактерии. В чем же была причина? Причина – микробная фармакокинетика. А это происходило более 50 лет назад. Вот этот таксономический тип протеобактерий, в который входит в том числе семейство энтеробактериации, то семейство, которое в данный момент является одним из наиболее проблемных в плане резистома, а именно в плане бета-локтомас расширенного спектра, в плане металла бета-локтомас, и в том числе уже регистрируются панрезистентные штаммы, клепселы, неумония в ряде стран мира. Помимо всего прочего, сюда входят не ферментеры. Та проблема для меня, как для инфекциониста, который занимается инфекционными осложнениями у иммунокомпрометированных пациентов, граммоотрицательные не ферментирующие бактерии, а именно цинитобактер баумании, седамонос эрогеноза, стенотрофамонос мальтофилия – это одни из наиболее проблемных бактерий в стационаре. И многие доктора, клиницисты, до сих пор с трудом воспринимают эти бактерии как эндогенные. Все еще идет разговор, и сегодня поднималась достаточно логичная цепочка о том, что да, значительное количество инфекций – это эндогенные инфекции, особенно иммунокомпрометированных пациентов в онкологии и гематологии, и меры абсолютной экзогенной стерильности, к сожалению, не помогут в этой ситуации. Как же меняется кишечный микробиом у пациентов при трансплантации костного мозга? Данные объединяют более 800 пациентов, получивших аллогенную трансплантацию костного мозга за более чем 15 лет функционирования центра. Индекс биоразнообразия Шеннона, который определяет видовое разнообразие кишечного микробиома, день ноль – день трансплантации, данные, полученные совместно с коллегами в Нью-Йорке. Мы видим, когда пациент приходит на трансплантацию костного мозга с относительно разнообразным микробиомом. И уже минус пятый день – это режим кондиционирования, который назначается для трансплантации, и, как правило, уже антибиотика-профилактика совместно с режимом кондиционирования. И вместе эти два фактора приводят к снижению индекса биоразнообразия, который восстанавливается достаточно медленно. Как же это влияет на клинические исходы? На самом деле, много сегодня говорили о том, как получаются данные современные в области микробиома. Действительно, основная масса работ – это экспериментальные работы на мышах. У этого есть свои плюсы, в основном диантологические плюсы, и есть свои минусы. Все-таки кишечный микробиом грызунов – это не кишечный микробиом человек. Есть некоторые отличия, которые не позволяют переносить на 100% экспериментальные данные на человека. Вот это уже клинические данные. Вероятность трансплант-ассоциированной смерти в течение трех лет после трансплантации костного мозга у пациентов с изначально различными уровнями разнообразия кишечного микробиома, в частности, у пациентов с малым разнообразием, умеренным и высоким разнообразием. И действительно, малое разнообразие, когда пациент приходит на пересадку костного мозга, прогностически неблагоприятное. Эти пациенты чаще умирают после трансплантации. Опять поднимался вопрос о ассоциации и каузации в клинической медицине. Что есть ассоциация и где причина? С точки зрения ассоциации и каузации хотел бы сказать один из первых вопросов, которые задают исследователи, какие ко-варианты учитывались. Я просто привел эту таблицу, не зачитывая абсолютно показать, что в клинических исследованиях микробиома учитывается огромное количество ко-вариант как касательно процедуры трансплантации костного мозга, так касательно состояния пациента, его анамнеза, а также значительное количество характеристик кишечного микробиома. Реакция трансплантат против хозяина. То, от чего гибнет значительное количество пациентов после трансплантации костного мозга. Очень сложный вопрос, в том числе иммунологически сложный, потому что кишечная форма РТПХ – это достаточно распространенная форма РТПХ, и механизмы иммунологического взаимодействия до сих пор не так известны. И вот Блаутия – один из представителей класса кластридия, который последние 5-7 лет активно изучается, активно дискутируется, публикуется и оценивается как один из наиболее перспективных, потенциальных, протективных представителей микробиома. Пациенты, имевшие меньшую плотность Блаутия, причем это две разных когорты, имели больше риск заболеваемости РТПХ в течение 4 и 2 лет, соответственно, после трансплантации костного мозга. Говорили, называли сегодня уже, звучала ось микробиом кишечника ЦНС. Одна из других наиболее активно изучаемых осей – это ось микробиом кишечника и дыхательная система, легкие. Как бы это странно ни звучало, но эта работа показывает влияние как раз-таки микробиоты и микробиоты, продуцирующие бутерат, как уже сегодня неоднократно было сказано. Да, без метаболомики оценивать методоксономику крайне сложно. Нам нужно понимание функции. И вот одна из краткоцепочных жирных кислот, а именно бутерат, достаточно четко влияла на вероятность респираторных вирусных инфекций у пациентов после трансплантации костного мозга. В частности, пациенты, у которых практически отсутствовало бактерии-продуценты бутерата, или бактерии имели низкую плотность, имели ощутимо и статистически значимо более достоверный риск развития вирусных инфекций дыхательных путей, что сначала казалось достаточно неожиданным, но сейчас уже эта тема продолжает развиваться все больше и больше. Легочные инфильтраты после трансплантации костного мозга. Почему такой интересный клинический исход оценивается? Ну, потому что микробиологически подтвержденные пневмонии, как вы знаете, это достаточно редкость, несмотря на все наши успехи в клинической микробиологии, поэтому до сих пор это клиникорентгенологически подтвержденные пневмонии как исход, или же, опять же, очаги в легких после аллогенной трансплантации костного мозга. Опять же, показано влияние гамма-протеобактерий, вот этих вот опасных представителей микробиома, которые у всех у нас есть, и некоторые сравнивают их с бомбой замедленного действия в кишечнике у каждого. Если все будет у нас в порядке, то они не будут доминировать. То есть, если что-то происходит, экзогенное воздействие, они, как и некоторые клостридии, могут начинать доминировать. И действительно, у пациентов с доминированием гамма-протеобактерий выше риск развития очагов в легких. Опять же, ось кишечник легкий. Паспорт микробиома. То, что уже используется в ряде клиник, в основном в США. Расширенный паспорт микробиома с помощью биоинформационных данных, который объединяет в себе все, что происходило с пациентом на фоне, в данном случае, трансплантации костного мозга по поводу острого миелолейкоза. Мы видим здесь вся фармакотерапия, насколько она объемна у этого пациента. Мы видим здесь уровень лейкоцитов, которые закономерно приходят в лейкопению. Мы видим здесь температурную кривую. Мы видим здесь высев крови, культура крови, исследование ноги и мастерильность. А здесь каждая из вертикальных линий – это исследование кишечного микробиома в динамике. Очень сложно трактовать однократные исследования микробиома. Для трактовки адекватно необходимо, как правило, как минимум три, чтобы исключить артефакты. Мы видим, что весьма разнообразно пациент начинает. И в основном вот эти вот розовые – это как раз руминококи, это лохноспирации, которые до сих пор изучаются и считаются наиболее протективными. А красненькое – это протеобактерии, граммоотрицательные. И мы видим, что происходит. Медленно, но верно, в небольшом количестве содержащиеся протеобактерии начинают доминировать, повышать свое количество в кишечнике и начинают выходить в кровь. И у пациента развивается инфекция кровотока, тяжелое осложнение, вызванное эшерихиоколи. Когда оно развивается? Оно развивается именно в период мукозита, в период химиотерапевтически ассоциированного мукозита, который, по сути, формирует окно из кишечника в кровь, через который вот эта доминирующая бактерия в кишечнике выходит в кровь. Дальше интересно. Пациент начинает получать антиграмоотрицательную терапию. В данном случае аминогликозиду он начинает получать. И, естественно, температура падает, клинически он отстраивается. Но что происходит в кишечнике? В кишечнике норма не возвращается. На фоне терапии эшерихиоколи начинает доминировать ванкомицин-резистентный энтерокок. И вполне логично можно представить, что если бы мукозит продолжался, то вот где-то здесь у пациента был бы риск развития грамм положительной энтерококовой инфекции. Похожая история с клепсиелонемони, один из наиболее проблемных патогенов. Мы тоже видим, в начале пациент приходит разнообразные микробиоты кишечника, все неплохо. На фоне активной химиотерапии и антибиотикопрофилактики клепсиелонемони начинает доминировать сначала в кишечнике, потом выходит в кровь. Дальше очень похожая ситуация. Мы начинаем ее лечить антиграмминус антибиотиками, и грамм плюс, в частности энтерококки, начинают доминировать в кишечнике. Как это представить на объеме данных пациентов? Мы видим здесь суммарно более 800 пациентов, относительная плотность граммотрицательных бактерий в кишечнике от нуля до единицы, и дни относительно инфекции кровотока. День ноль – это тот день, когда забрали кровь у этого пациента, и впоследствии она пришла положительная на клепсиелу, эшерихиоколи и так далее. Мы видим, что действительно за несколько дней у значительного количества пациентов до инфекции кровотока, до инфекционного осложнения в кишечнике происходят серьезные изменения в плане доминирования крамотрицательных бактерий. Уже говорили бы об аутотрансплантации сегодня. Один из примеров на пациентах онкогематологического профиля – это клиническое исследование, которое продолжается до сих пор. Я не буду долго останавливаться на этом слайде, который, опять же, является расширенным паспортом микробиома и отражает все, что происходило с пациентом. Насколько безопаснее делать аутотрансплантацию в сравнении с аллотрансплантацией фекалий? В этой ситуации пациент приходит минус 21 день, до химиотерапии, до антибиотиков забирается у него фекальный материал, замораживается, а дальше он получает антибиотики и получает химиотерапию. Мы видим, происходят большие проблемы вот здесь. И здесь, после 49 дня, он получает назад свой же фекальный материал. И мы видим, что то, что происходит на 50 день и минус 21, очень похоже. То есть, по сути своей, мы вернули ему то, с чем он пришел к нам в клинику. Я не буду долго останавливаться, просто хотел бы сказать, буквально неделю назад произошло такое, не сказать, что воодушевляющее объявление, FDA объявил, а это основная регулирующая организация США, о том, что следует пересмотреть ряд клинических исследований с фекальной трансплантацией в связи с двумя случаями инвазивной инфекции, вызванных высокоустойчивой шерихиоколи, после трансплантации фекальной микробиоты, причем трансплантация была от одного донора. И один случай закончился летальным исходом. Поэтому в отношении определения резистома и определения потенциальных рисков сейчас рекомендуется более тщательный скрининг, более тщательный анамнез, и в частности рекомендуется включать доноров-медработников и доноров госпитализированных. Таким образом, в завершении хотел бы сказать буквально несколько фраз. Действительно, трансплантация фекальной микробиоты прекрасна, но уже сейчас мы знаем конкретных представителей микробиома протективного эффекта. И уже в будущем возможны микробные коктейли. В завершение я хотел поблагодарить и сказать, что достаточно приятное событие вышло. В конце 2018 года вышла книга, одна из первых русскоязычных книг на тему микробиома человека. Она доступна к продаже, несколько экземпляров есть у меня, поэтому буду рад вашему интересу. Спасибо. Уважаемые коллеги, спасибо большое. У нас есть возможность одного вопроса. Пожалуйста. Шикарный доклад, на мой взгляд, как клинического фармаколога. Спасибо большое, Игорь Олегович. У меня вопрос. Есть ли какие-то практические рекомендации с учетом ваших исследований о микробиоме кишечника при трансплантации костного мозга до и после влияния антибиотиков на этот микробиом? Вот в практическом смысле какие вы можете, ну, естественно, там неофициальные рекомендации, может быть, свои личные, свое личное мнение дать в практическом смысле, как использовать антибиотик, антибиотикопрофилактику при данной процедуре? Спасибо. Спасибо. Ну, один из тех моментов, который был найден на этой обширной когорте пациентов клинических, показал действительно то, что профилактика вторхинолонами, именно вторхинолонами, снижает риск доминирования протеобактерий. То есть это еще одно клиническое обоснование использования вторхинолов профилактически у пациентов с глубокой нейтропенией и у пациентов на фоне химиотерапии. То есть это один из моментов, было обосновано. Касательно бета-локтамов, как раз-таки вот бета-локтамы показали наиболее значительный эффект в плане разбалансировки кишечного микробиома именно у этих пациентов. По поводу вторхинолонов сразу скажу. Тоже из последних данных. Вторхинолоны, возможно, слышите, ФДА, ну нет, не ФДА, Европейский Союз, ограничивает использование вторхинолонов. Ну, в когорте пациентов тяжелых, когда, наоборот, при легких инфекциях, когда можно использовать другие препараты. И, в частности, из последних данных, вот в плане онкологических больных, тоже уже опубликовано исследование, которое говорит, что в качестве профилактики при фибрильной нейтропении... Нет, ну, при нейтропении в качестве профилактики у онкологических больных не нужно использовать вторхинолоны. В общем, сейчас в плане вторхинолонов... Короче, пожалуйста, мы выходим из... Да, ну это просто комментарий к тому, что вы озвучили вторхинолоны, а сейчас... Я думаю, мы продолжим в кулуарах, но я хотел бы сказать насчет токсичности. Основная масса вторхинолов используется урологами для лечения инфекции мочеводящих путей. Вот это та точка, где прилагается как раз эта рекомендация. Очень небольшое количество онкогем-пациентов и пациентов от трансплутации костного мозга составляют менее процента среди общего объема расходов вторхинолонов в мире. Это один из наиболее дешевых и простых методов определить факторы риска развития инфекции кровотока у пациентов глубокой нейтропении после трансплутации костного мозга. Да, это один из наиболее простых и дешевых. Продолжение следует...